Друзья, всем привет! Сегодня решили для вас придумать что-то такое необычное, с другой стороны обычное. Холодный суп, каспачо. И почувствовать себя испанцами, хотя можно это всё приготовить в наших условиях, в умеренном климате. Такой же суп и вообще ничем всё не обламывать. Как бы опять же всё на наш лад. Так что приступим к нашему приготовлению. Что нам понадобится для этого? С самой спелой томатой. Лучше по мясистей. Болгарский перец. Тоже лучше красный, конечно. Ну какой там простой вот этот перец, какой есть у вас там сорта. Разная зелень. У нас в данном случае петрушка, базилик разный. Листья сельдерея, стебли нет сельдерея, кстати. Также чеснок мы на пряность добавим. И орешков разных. У нас вот арахис. Можно без орешков. Но с орешками будет поприятнее. Такой кремовый вкус ореховый добавится к этому блюду. И так же не отдельную часть этого супа. Это как бы лёд. Так как он должен быть холодный. Если нет льда, можете добавить водички немножко холодненькой. Как бы это не страшно. Так что берём нашу ёмкость для фуржного блендера. Под орешков туда. Добавляем чуть чесночка. Кто любит больше, может и больше добавить. Балагарский перец. То, что вы нарезаете произвольно. И наш томат. Не слишком крупно, не слишком мелко будем измельчать. Всё равно не так на 4 части. На 8 частей. В зависимости от томата. Этот суп популярен. В черте города. На крайне вообще, конечно, это... Вас пошлёт куда-нибудь. С гаспачо, с вашим. Разные листья добавляем. Не слишком много, не слишком мало. Небольшой пучочек. Тоже немножко и порежьте их. Чтобы блендер схватился. Ну и аромат пошёл сразу. Базилик. Дает своё. Если есть кинза, добавьте кинза. Кинза тоже хорошо сочетается. Также немножко соли добавьте. Можно сахара добавить. Вот. И несколько кусочков. Кубиков курида. Или в каком у нас виде у вас есть. Будет 5. Наши статки. Думаю, достаточно будет. И погружным блендером всё просто взбиваете. Не слишком мелко, не слишком крупно. Тоже надо делать. Из-за этого лучше как бы иметь блендер не ногу, а такой аппарат с чашей. Намного удобнее. Также можете добавить томатный сок. Будет у вас более яркий цвет. Аккуратно всё перекладываете в тару. Чуть-чуть орешками украсим. Базилик ватнём. И маслицем польём. Ну вот смотрите, ребят, что у нас получилось. Он не такой яркий, не такой как бы красный. Ну, потому что мы не добавляли томатный сок. Можете заморочиться, выжать томатный сок из этих томатов. Ну, как бы есть вариации много разных гаспачо-супов. И зелёный есть. Красный, и фиолетовый. И как бы у вас всё зависит от ваших ингредиентов, какого он ни цвета. А так, просто вот классическая тема такая. Густой суп, пюре. Пробуем, что у нас получилось. Просто свежий овощ. Кто любит, тот поймёт меня. Что это вкусно очень. Очень вкусно. Можно сверху с сырком, пармезаном посыпать. На себе. Если можете себе позволить. Реально очень вкусно. Особенно побольше базилика. Будет очень бомба. Реально оторваться невозможно. Быстрый суп, холодненький. Можете льда побольше добавить. Будет вообще освежающе. В летний и знойный период можете всё приготовить. Сесть за местом обычного горячего супа. Либо за места крошки, или ещё какого-нибудь холодного. Свекольник или ещё. Суп отличный. Заходит хорошо. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Вся наша банда. Оператор. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. Мы всегда будем рады любым вашим отзывам. Всем добра и здоровья. Пока-пока.